Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, а играть мы с вами будем в игру X-Core Galactic Plug, и в ней нам нужно будет захватить землю, используя огромную армию пришельцев. Пока пришельцы доступны мне только одни, это серые, потом откроются следующие, но сперва нужно пройти за серых. Блин, пришельцев здесь действительно очень много, и каждый из них, как я понимаю, имеет свои уникальные способности. И да, друзья, не пугайтесь, это небольшой клон старого доброго плаг-инка, но только здесь используются пришельцы, это довольно мило. Ладно, я люблю подобные игры, поэтому давайте начинать. Сложность нормальная и... Вторжение! Добро пожаловать на землю, твоя задача захватить планету. Нажми на страну, с которой хочешь начать захват. Что ж, куда же прилетели пришельцы? Угу, тут тоже есть Гренландия и Исландия. Как мне это нравится, почему бы пришельцам просто не уничтожить эти две земли и просто избавить меня от всех мучений? Я не знаю, ладно, давайте стартанем в России, почему бы и нет. Вы прибыли на землю и высадились в стране Россия. Нажимаете на флажки и получаете очки знаний, и очки понадобятся для развития, короче, технологий. Хорошо, я понял, вот первый значок. Можно... Оба, ну а что происходит? Пришельцы похищают людей? И это отображается на карте? Прикольно. Ты можешь выделить страну и узнать о прогрессе ее захвата. Хорошо. Так, то есть мне надо будет отдельно нажимать. Население, мощь армии, секретное оружие. Вау, да, тут будет все не так просто, как обычно. У меня, между прочим, уже есть два очка для улучшений. Но я пока не знаю, что нужно улучшать. Да, очки здесь зарабатываются с помощью похищения. Видимо, работает это так. Пришельцы прилетают, завирают человека, проводят на нем опыты, узнают о человечестве больше и получают новые возможности распространения. Это, по-моему, неплохо. Ладно, улучшения. Так, с распространения. Сухопутный моторный транспорт. Наземный транспорт дает возможность перемещаться по земле и пересекать наземные границы. Ха-ха, пришельцы! Пришельцы будут на автобусах ездить по планете! И так распространяться. Это забавно. Это глупо, но это забавно. Что еще? Карты. Знание карт местности позволяет быстрее находить тайные тропы для перемещения и перебрасывания войск. А вот это, наверное, хорошо. Мобильность увеличится. И это не так глупо, да, использование людских карт, нежели использование троллейбусов, автобусов, маршруток. Акции попы Ленифер Попес упали в цене на бирже в Японии. Че? Попа Ленифер Попес. Ну, окей. Упали и упали. А мне-то что до этого? Как это отразится на захвате мира? Кстати, оба-на, пришельцы, уже распространяются. Смотрите-ка, смотрите-ка. Три сотых процента. Великолепно. Так, продолжаем похищать людей и изучать новые технологии. Клонирование. Аппарат для клонирования солдат позволяет прямо на земле увеличивать численность армии. Вот это круто! То есть пришельцы это всего лишь навсего клоны? Быть клоном отстойно. Друзья, значит пришельцы не ценят свои жизни, если они просто могут клонировать товарища. Ну давайте прокачаем клонирование. Это прям круто. Хорошо. Маскировка. Грамотная маскировка любого солдата, а тем более пришельца, позволяет незаметно пробираться во все точки земной поверхности. Тоже мы это прокачаем, но немножечко позже. Мне игра нравится все больше и больше. Если тут можно будет еще и войсками как-то управлять, это будет здорово. В Болгарии, вероятно, найдены скелеты вампиров. Ну, хорошо. Пришельцы найдут эти скелеты, клонируют их, используя ДНК, и создадут армию вампиров. Наверное, нет, это было бы глупо. Так, в России уже 5% всего населения, по сути пришельцы, жестко, присутствие, да. Довольно большая армия, мощь 1500, холодный климат, но остальное как бы понятно. Единственное, что я боюсь, что люди рано или поздно начнут использовать свое секретное вооружение, а вот это мне не нужно. Но если пришельцы будут находиться вообще везде, по всей планете, бомбы-то сбрасывать будет некуда. В Нидерл... эээ... Чё? Чё? Вот как они будут интегрироваться в общество. В Ниндерландах разрешены браки с пришельцами. Как вам такое, а, Германия? Где Нидерланды? Кстати, на карте Нидерланд-то и нету. Что странно. Зато есть Беларусь. Хе-хе-хе. А где Нидерланды? Серьезно. Они всегда были, а вот тут теперь Германия только и Франция. Да. Зато есть Балтика и Беларусь отдельно. Угроза обнаружения. Следи за уровнем осведомленности. Чем больше уровень, тем быстрее тебе узнают людишки. Некоторые апгрейды помогут сохранить скрытность твоих солдат. Я рад. Я рад, я рад, я рад. Так, а какая у меня сейчас мобильность большая, военная мощь, осведомленность маленькая? Переживать не о чем. Давайте, морской транспорт. Дает возможность перемещаться по воде. Увеличивает шанс попадания на изолированные острова. Адаптация. Что это такое? Выживание в жарком климате. Люди в жарком климате выносливые. Новые виды оружия и брони позволяют проводить свой захват не хуже, чем на территориях с обычным климатом. Технологии невидимости. Новые костюмы невидимки позволяют оставаться незамеченными и быстрее перемещаться по земле. Вот тут надо что-нибудь прокачать, когда появятся дополнительные очки. В России уже 15% пришельцев. Почему в Европе нету пришельцев, если там разрешили браки с ними? Вот это меня смущает. Давайте-ка распространяйтесь и на Европу тоже. Хотелось бы. Очень хотелось бы. Но пока реально только Россия. О, Беларусь. Вроде бы пришли пришельцы, да? Я вижу зеленую точку или это? Нет, это на границе с Россией. В Украине тоже пока ни одного пришельца нет. Жалко. УЕФА запретил футбольным клубам совершать жертвоприношение. Хе, прикольно. В Монголии тоже ничего нет. Это все границы, да? А как распространять на другие страны? Хорошо, давайте прокачаем технологии невидимости. Готово. Может быть это как-то подтолкнет к распространению армии пришельцев. И почему бы не высадить свои войска не только в России, но, например, еще и в США, в Германии, Франции и других странах? А? Почему бы и нет? Почему бы этого не сделать? Так, СМИР. Убита людей ноль. Секретное оружие. Секретное оружие, чтобы уничтожить серые, будет готово через 65 лет. То есть они еще даже не начали его разрабатывать. Великобритания ввела запрет на возбрюк в Шотландию в ответ на ее попытки отделиться. Шотландия возвращается к ношению кильта. Килта. Ну окей, хорошо, это их национальная одежда. Не вижу в этом ничего плохого. Россия почти полностью заражена. Ни одной другой страны нет. Эй. По-моему, так, не честно. Типа, вообще не честно. Ни одна близлежащая страна еще не заражена. Попробую прокачать распространение по воздуху. Может быть, это поможет. Потому что распространение по воде вообще никак не отразилось, да, на развитии. Видео с пьяным танцующим пришельцем набрало больше трех миллиардов просмотров на iTube. Ну окей. Это забавно, да. Посмотреть бы это видео. Так, ну что, Россия. Давайте, пришельцы, уже переезжайте в другие страны. Что с вами не так? Почему вы не работаете? Чем вы вообще занимаетесь в этой России? Ни одного пришельца нету за пределами страны. Может быть, они начнут распространяться после того, как шкала заполнится на 100%? Ладно, нам нужно воздушный транспорт прокачать. Пришельцы начнут летать на самолетах. Самолеты и пароходы имеют свои обозначения. Зеленый самолет везет твоего соратника захватывать новую страну. Ура, полетел! А вот с помощью кораблей не получалось. И соратник полетел, нифига себе, сразу в Южную Африку. Какая-то она здесь супер большая. Окей, оба-на, еще и в Бразилию. Во, процесс пошел. Реально нужно было прокачивать самолеты. А я занимался непонятно вообще чем. Странно, странно. По земле они не ходят, как я понимаю, эти пришельцы. Оба-на, корабль поплыл. Интересно, откуда? Стоп, а где-то там было что-то зараженное. Ученый считает, если человек не глуп и не ленив, значит он опасно болен. Согласен. Согласен. Так-с. Но очков дают все меньше и меньше. А помимо распространения по земле, мне нужно же будет еще людей и убивать как-то. Но пока непонятно как. Нет, как бы понятно, нужно прокачивать военные. Но я не хочу этого делать. Рано. Карты прокачены. Маскировка. Грамотная маскировка любого солдата. Так мы же вкачивали вроде маскировку. Ай-яй, костюмы невидимки, да, вкачал? Сухопутный моторный транспорт прокачаем. Может быть из-за этого по земле не было распространение? Может быть реально нужно было вкачать? Типа пешком они не ходят? Ну давайте, распространяйтесь дальше. Уже почти 5% на планете. Ну вот благодаря самолетам... Э, самолет сбили! Евросоюз отменяет вторую поправку о защите прав инопланетных представителей. Вы видели, они сбили самолет, летящий над Африкой. Что они себе позволяют? Я их всех уничтожу. Какие блина? По-моему это было несколько подло. Вам не кажется? Мне кажется. Ладно, но пока все меня устраивает. Все супер круто. Одетая в костюм пришельца, девочка получила огнестрельное ранение в Хэллоуин в США. О, США, вы не любите пришельцев, да? Вы расисты? В стране России происходят странные ужасающие убийства. Полиция в тупике. Государство подключает спецслужбы для раскрытия преступления. Ну, это ж явно не пришельцы делают, да? Пришельцы никого убивать не станут, они добрые. Они просто хотят размножаться и распространяться по планете. Это все, что нам нужно. Ну и похищать людей время от времени. Но похищение это не убийство, так что извините. Водитель из Норвегии избежал столкновения с лосем, но сбил медведя. Так, что это за красная стрелка? Так, с пришельцев начинают... Да, это я знаю. А что за красная стрелка была над Мексикой? О чем она говорила? Типа, пришельцы куда-то передвигаются или что? Пришельцев стало меньше. Их было 20%, а стало меньше. Как будто реально самолеты сбивают. Жесть, безумие. Да, я уже знаю, что в Нидерландах разрешены браки с пришельцами. Хватит, адаптация. Так у меня же уже есть технологии невидимости. Техника, покрытая броней из материала невидимки, может проехать через центр любого города, абсолютно незамеченной, что ускоряет распространение пришельцев еще больше. Чертежи лабораторий. Внесение изменений в чертежи антипришельческого оружия замедляет разработку. Увеличение коле... В два раза? Метлаборатория дает в два раза? Еще в два раза? Блин, если бы я знал, что такая прокачка есть... Я бы воспользовался ей раньше, но я не знал. Надо было прочитать. Так бы очков было гораздо больше. ЛСД является отличным лекарством от алкоголизма. Да уж. 19 очков, 20%, да? Распространение давайте. Еще больше клонирования возьмем. Вдвойне больше солдат будем клонировать. Усовершенствованная копия. Тоже звучит интересно, но пока очков не хватает. Но я до сих пор не понимаю, что это за красные стрелки, о чем они говорят, почему самолеты мои сбивают. Но они лекарства пока не начали изобретать. В Гане все будет хорошо, заверяет временный президент. Ну и здорово. Хорошо и хорошо. Это радует. Беларусь, Украина все еще невредимы. И Казахстан тоже. Блин, самолеты вечно падают. А их, наверное, не сбивают. Они просто... Военное положение. Тебя заметили. Теперь люди начнут разработку секретного оружия. Эй, вау! Так, стоп, 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 стоп. Много, 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 много. Много пропускаю полезных вещей. Замедлился немного, чтобы не пропускать. В России же было больше пришельцев. Куда они все подевались? Была же Россия полностью заражена. Что-то падают пришельцы. По всем каналам разносится весть о прибытии пришельцев. Страны, подтвердившие их присутствие, раздают оружие всем... Оружие раздаете. Ну, давайте, раздавайте. Посмотрим. Шокеры. Эффективное оружие для обезвреживания людей без лишнего шума. Это наше. Пушка Теслы. Полностью электрическое оружие для массового уничтожения людей. Армии соперника. Разбрасывает огромные энергетические бомбы. Психология человека. Понимание психологии человека дает знания по поведению людей. Помогает лучше организовать управление ими. Ну что, они сами начали эту войну? Влияние. Это количество людей, которые ты убил или поработил. За убийство отвечает характеристика военная мощь. За порабощение влияния. Ну, посмотрим, посмотрим, будут ли пришельцы быстрее распространяться теперь. О, да, другое дело. Президент страны Гренландия заявил, что лично примет меры по введению новых санкций против пришельцев. Ну, вводите санкции. Наконец-таки распространение пошло. Мало того, что мы убиваем кучу людей, так еще и порабощаем. Миллионами. А они все еще занимаются разработкой секретного оружия. Ну, занимайтесь. Разрабатывайте. Эх, в России опять какие-то проблемы. Черт побери. Хотя нет, рост идет. Гренландия охвачена беспорядками. Население в панике. В стране царит анархия. Зашибись. Они закрыли порты. Ну, а там почти все погибли, да? Либо погибли, либо пробыщены. Пришельцы работают на 5 с плюсом. Гренландия пала. Все жители страны Гренландия были уничтожены и взяты в рабство. Они первые начали. Я хотел просто размножаться, просто жить на этой планете. Они начали меня убивать. По всем фронтам. Это не круто. Что еще? Оружие массового уничтожения. Ядерный удар по любой стране заставит ее отступить хотя бы на время. А бюджет разработки оружия отдать на восстановление последствий удара. Нажмите на иконку. Вот ядерная бомба. Это будет здорово. Хорошо. А красные стрелки, наверное, показывают о том, куда и кто нападает, да? Ну, они типа болтаются назад-вперед и непонятно, о чем они говорят. Кто, друзья, играл в игру, напишите, пожалуйста, что дает красная стрелка. Такс. А я прокачаю оружие массового уничтожения. Ба-бамс. Хе-хе. Следи за подготовкой оружия землянами. Если они его завершат, ты проиграешь. Уничтожай красные самолеты, они перевозят секретные документы. Сбил. Хорошо. Давайте сбросим бомбу на США. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, немного людей погибло, зато... Они больше не будут заниматься ерундой, типа разработки оружия. Не нужно нам это. Да че так, блин, падает распространение. Надо что-то вкачать. Пытаясь спасти белых медведей, Гринпис потопил ледокол. Ну и хорошо. Да, Россия колеблется. Надо что-то прокачать, наверное, военным. Лазерное оружие. Вот это будет толково. Вот это будет круто. Потому что в основном в России мы порабощаем людей, убивать их не получается. Видимо, технологии они тоже получили пришельческие. И глобальное потепление наносит новый удар. Норвегия начала проектировать секретное оружие. Блин, надо было на Норвегию сбрасывать. Ну ладно, у меня есть лазерное оружие. Космические технологии позволили концентрировать огромное количество энергии в одной точке. И использовать ее для испепеления живых существ. Хе-хе, давай. А что в России? Ах. Было больше, становится меньше. Блин, жестко Россия сопротивляется. Больше всех, наверное. Хотя распространялись пришельцы именно там в первую очередь. Испытание нового газового биологического оружия в Сирии вышло из-под контроля. Жители Востока испытывают агрессию и устраивают беспорядки. Не круто. О, смотрите-ка. Гренлай, Исландия тоже теперь наша. Отлично. Две страны. Гадкие страны. Теперь наши. С остальными пока не получается так же. Холодное оружие. Ха-ха. Холодное оружие помогает с легкостью и маленькой заметностью начать истреблять землян. Огнестрельное оружие позволяет вести полноценные боевые действия. Да, вот это круто. Но просто пришелец, бегающий с ножом, это довольно странно. Переговоры, может быть. НЛП. Давайте. НЛП прокачаем. Чтобы еще больше людей захватывать. С северного полюса двигается циклон в сторону Австралии и Южной Америки. В Сиднее выпал снег. Прекрасно. Так, ну по всему миру у нас уже почти полтора миллиарда человек захвачено. Это круто. Но этого все равно мало. Некоторые страны пытаются сопротивляться. Меня это не устраивает. Но я никак не могу этому помешать, по сути. Хотя мои пришельцы есть вообще во всем мире. Кроме Юго-Восточной Азии и Таиланда. Там вообще никого нету. Посмотрите. Ну если они смогут по суше передвигаться, может быть что-то и получится сделать. О. Монголия наша. Хорошо. Ливия тоже принадлежит нам. Так, ну что мы еще можем сделать? Ракеты. Самонаводящиеся ракеты дают преимущество армии. Владельцам уничтожения боевых сил соперника. А нацеленные артобстрелы могут стирать с земли небольшие города. Отлично. Жаль, что мне не дают пользоваться этими ракетами. Я бы их позапускал по России. Ну что они себе позволяют? А, так вообще все северные страны, посмотрите, друзья, чувствуют себя отлично. Я думаю, что нужно адаптацию прокачать. Выживание в холодном климате, это пригодится. Может быть в этом вся проблема? О, сразу пошел процесс. Нет, не пошел, он опять стоит на месте. Да елки-палки-то. Если получится захватить... А, так они оружие уже почти придумали. Блин. Оружие почти готово. Елки-палки. Да уж, ну ладно. Для первого раза, я думаю, неплохо. Довольно веселая игрушка. С похожей механикой, но все же отличающейся. А тут реально можно захватить страну и... Вы проиграли. На этом, друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Кстати, 11 апреля это мой день рождения. Забавно. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Будьте счастливы.